Дышится легко и в Стрелецкой степи. Заповедник имени Алехина вводит безвизовый режим. Курские экологи провели день открытых дверей. Первый из четырех запланированных на тематический год. Посетители побывали в музее природы, прогулялись по цветущим полям и даже побывали под землей. В числе экскурсантов оказалась и наша съемочная группа. Не важно, что здесь нет дверей с кодовыми замками. Попасть на территорию заповедника не так просто. Особо охраняемая зона, несоблюдение законов которой грозит большими проблемами. Однако организованным посетителям здесь рады, особенно в дни открытых дверей. Заповедник это самая строгая форма территориальной охраны природы. Поэтому для того, чтобы широкая общественность знала о том, чем занимается заповедник, как мы это делаем, мы и решили сделать четыре тематических дня открытых дверей. Встречу номер один экологи посвятили царю почв, эталонному курскому чернозему. На Стрелецком участке даже есть образцово-показательный почвенный разрез. Его сделали еще в 40-х годах в научно-исследовательских целях. Вот верхняя часть, вот здесь вот трехсантиметровый слой, это вот почвенный войлок. Есть то, что растительные остатки, которые отмирают. Спускаемся ниже. На глубине 13-14 сантиметров заканчивается дерновый слой. Зернистая водопрочная структура, делающая наш чернозем таким знаменитым. Можно увидеть эти агрегаты на корнях растений. Так называемые бусы. Содержание водоустойчивых агрегатов в этом слое содержится около 80%. На глубине около 60 сантиметров заканчивается гумусовый слой. Именно в нем хранятся полезные питательные вещества. Ниже лишь суглинок. Специалисты говорят, такого чернозема нигде в Европе не найти. В Воронеже есть участок тоже. Черноземные почвы. Во время поездки во Францию до Кучаева отбирал куб черноземной почвы и лазил на выставку. Там также, я думаю, наш чернозем ничем не отличается по характеристикам от воронежских. Рассказом о почвах сотрудники заповедника не ограничатся. Следующий день открытых дверей пройдет 4 июня. И будет посвящен растительному многообразию. Экскурсия в мир животных чуть позже, 25 июня. Ну а в сентябре экологи приглашают курян в заповедный лес. Юлия Матвеева, Геннадий Воробьев, Телеканал СЕИМ.